Привет, друзья! Меня зовут Саша Жучкин и, как вы знаете, в последнее время я стал проверять всякие приложения, которыми мы с вами так часто пользуемся. Я проверял Яндекс.Такси, проверял Яндекс.Еду, Деливери, в общем, кучу разных сервисов я уже смог проверить. И сегодня я хочу проверить одно приложение, которым я так часто пользуюсь. Оно называется Инстамарт, это сервис по доставке продуктов. Я устроюсь на работу в Инстамарт, буду все тайно снимать, покажу, сколько на самом деле получают там сотрудники и как же все-таки собираются заказы, которые приезжают ко мне домой. Так что, друзья, я готов. Вам приятного просмотра. Ставьте лайк и погнали! Здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно! Александр, значит, соответственно, вы хотите устроиться в нашу компанию сборщиком. Первый момент, на который мы делаем упор, это качество. И качество вы будете слышать от меня постоянно. Это наш основной кит, на котором мы строимся. То есть, это одержимость клиентам. И она передается, в том числе, и через качество. Поэтому мы, в первую очередь, кого еще, мы еще сотрудники, который сможет внимательно и ответственно собирать заказы. Грубо говоря, вы должны собирать заказы так, как будто вы собираете их себе или кому-то из своих родственников. Вот это ключевой залог успеха. Какая зарплата? Какой график и какая зарплата? Значит, смотрите, обязательный график, который у нас есть, это смена 2.2. То есть, с 8 утра до 8 вечера. Какой еще момент? Значит, если у вас есть желание выйти на подработку, ну, то есть, получается так, что, например, у вас сейчас не ваша смена, вы хотите немножечко подзаработать денег больше, вы можете позвонить мне или супервайзеру. Значит, по оплате у нас на полторы тысячи рублей вы получаете за выход. То есть, ваша зарплата состоит из двух частей. Первая часть – это непосредственно часть окладной. Это составляет полторы тысячи рублей за выход. Далее, за каждый собранный заказ вы получаете еще по 40 рублей. То есть, смотрите, если вы, допустим, в день у нас считается нормой – это 12 заказов на одного сборщика. То есть, за 12 часов вы собираете 12 заказов. По того мы приходим к цифре 1980. Собрали больше заказов – получили больше денег. Собрали меньше заказов – получили меньше. То есть, еще плюс к полторы тысячи я получаю... За каждый собранный заказ вы получаете по 40 рублей. Получается, в день, ну сколько так вот реально в день можно получить денег? Реалии таковы. В начале первой недели две, пока вы будете изучать нашу программу, ассортимент магазинов, да, для вас многое будет в новенькую и диковинку. Я не думаю, что вы будете собирать более 8 заказов. В дальнейшем я могу сказать, что 12 заказов собрать. Это более чем реально. Более того, у нас есть больше, которые собирают и по 18, и по 20 заказов. Средняя оплата, ну где-то, да, примерно 2000 рублей за день. Если у вас есть желание, мы можем сегодня уже пройти стажировку. Она оплачивается или как? Стажировка у нас, естественно, да, она оплачивается. Оплачивается она 1000 рублей. Получается за стажировочный день. Давайте, вот почему вы. Хорошо. Чтобы спреститься в торговый зал, вы уже есть такая сотрудница. Стамарцев, вот она, ваша форма. А если там большой какой-нибудь заказ, к примеру, там, ну, позиции 100, как тогда вот одному человеку все успеть? Мы сканируем у друг друга, либо скрифотографируем, либо скрин-экран у друг друга перекидываем. И стараемся это собрать сообща вместе. То есть, один человек идет во один конец магазина, другой другой, чтобы ничего не опоздало. Ну, нам просто самое главное вот взять, чтобы упаковка была целая, без дырок. И на всем, что еда, мы смотрим свободности. Ну что, я, в общем, обучился вместе с сотрудником. И сейчас я должен собрать сам свой первый тестовый заказ. Вот так выглядит это приложение. Мне выдали телефон. Вот тут вся информация о человеке указана. Для того, чтобы начать, нужно просто нажать, начать сборку. В общем, у меня родилась идея спросить у работников, которая здесь уже давно работает. Чуть-чуть подробнее про эту работу, чтобы, ну, понять, реально ли так, как все нам объясняют на собеседовании. Сейчас попытаюсь это сделать. Ну, неплохая работа. Нормально? Для студента вообще пойдет. А ты сильно запариваешься? Какой у тебя вообще график? Ну, график 2-2 у меня. Иногда можно взять подработку, заменить кого-нибудь. Ага. Понятно. Ты прямо с 8 до 8 типа работаешь? Да. С 8 до 8. Сколько реально у тебя работа получается? Ну, типа, как и обещаю, там тысячи? Как и обещаю, да. То есть, оклад за смену и за каждый собранный заказ. Так, ну что, смотрите, я закончил собирать первый свой заказ. Вот так он выглядит. В общем, все отлично. Вы все собрали, заказ оплачивается наличными курьера. Иду на кассу. Так, ну вот, я сошел заказ. Угу. Значит, смотри, предварительно заказ нужно вообще было проверить. Ну, ладно, сделаем тогда это уже после. Угу. То есть, соответственно, сейчас оплачиваем заказ на кассе. Нам нужно взять в административном скафчике банковскую карту. Вот это карту там. В принципе, работа не пыльная. Вот так, ходи по магазину, просто собирая заказы, которые, господи, ну, если ты выучишь магазин, да, ты прекрасно знаешь, где находятся эти товары и собирать такие заказы. Ну, это просто изи. За 2000 в день, как я понял, если ты еще собираешь больше заказов, то тебе платят еще больше. То это просто работа мечты, да. Это тебе не нужно, например, таскаться где-то по городу, кого-то возить. Ты просто в теплом магазине, да, в хорошей одежде. Реально, мне выдали новую кофту. Буду смотреть дальше, как тут будут происходить дела. Ну что, друзья, сегодня был последний день моей работы в Инстамарте. И что хочется сказать в целом про эту работу? Работа не пыльная. У меня получалось зарабатывать порядка полутора тысяч в день. Говорили на собеседовании две тысячи, но чтобы собрать, ну, чтобы заработать две тысячи, нужно реально подзапариться. Как бы полторашка в день это нормально уходило. Вот, значит, по графику два через два, вот такой вот график. Сильно не устаешь, успеваешь делать какие-то свои дела. И, ну, в целом, блин, ну, полторашка в день, да, там, вспомните, в том же самом деливере тебе платят, там, 70 рублей за заказ или за час. Это просто бред. Здесь как бы в теплом магазине ты ходишь, да, с хорошим коллективом и получаешь, в принципе, те же самые деньги и еще даже больше. Если вы выбираете себе работу, Инстамарт, ну, прям шикарная работа, потому что еще и кормят, и кофе там есть бесплатное, поэтому смело можете устраиваться. Фух, вот такой вот был выпуск, друзья. С вас лайк, подписка, напишите в комментариях какую мне еще работу проверить. Все, короче, до новых встреч, с вами был Александр Жучкин. Все, я устал, пойду теперь буду отдыхать месяц на Бали. Респект всем, кто досмотрел видео до самого конца, потому что сейчас я буду подводить итоги конкурса вот-вот на эту вот малышку. GoPro Hero 2 достанется победителю, который участвовал вот в этом вот конкурсе, который я проводил, ну, практически месяц назад, чуть-чуть больше. В общем, все пишется одним дублем, никаких склеек, никакого монтажа. Смотрите и наслаждайтесь, может быть, как раз таки вы и победите в этом конкурсе. Берем видео, копируем ссылку, вставляем вот сюда и нажимаем «Не повезет». Смотрим, никакого монтажа. Кстати, для того, чтобы в этом розыгрыше участвовать, надо было бы всего лишь поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал, если вы не были подписаны. Поэтому вот чуть-чуть осталось, буквально 50 секунд, и мы узнаем, кто же счастливчик вот этой вот, ну, суперлегендарный GoPro. Потому что я на нее очень много видосов записывал, и по сей день она реально круто, качественно снимает. Несмотря на то, что этой камере, ну, уже порядка там, сколько, 4 года, наверное, да, но она у меня новая, практически новая. Вот, собственно, вот вы можете наблюдать. Я думаю, в ближайшее время тоже запустить какой-нибудь конкурс, так что, друзья, участвуйте, потому что все по-настоящему реально. Сейчас выберем победителя, и я реально отдам ему вот эту вот GoPro. Так что давайте участвуйте. Я не знаю, как, как не родные, поэтому ждем эти 20 секунд, которые очень долго длятся, и сейчас мы выявим этого победителя. И я, если он живет в Питере, то я лично в руки отдам ему эту GoPro. Если он живет где-то далеко, то я отошлю это экспресс-почтой, экспресс-доставкой, чтобы как можно скорее этот человек начал снимать видео. Так, все, осталась одна секунда. Фух, ну что, у нас Алексей Гулевич победил, написал, молодец брат. Вот, Алексей Гулевич, пожалуйста, свяжись со мной. Вот, собственно, этот закрытый аккаунт у тебя. Вот, пожалуйста, свяжись со мной, напиши мне в ВКонтакте или в Инстаграм, или куда-нибудь, и я перешлю тебе эту камеру. В общем, друзья, все, до новых встреч, участвуйте в конкурсах и побеждайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok